Александр Анатольевич, добрый день. Да, добрый день. Рад вас слышать. Сожалею, что не вижу. У меня, к сожалению, камеры нет. Хотел вам задать вопрос. Вы по-прежнему утверждаете, что в своей работе руководствуетесь архивными документами и оперативными документами? Совершенно верно. Спасибо. Тогда ответите на вопрос, какими документами вы руководствуете, утверждая, что в батарее Клюрова был боекомплект 896 радов? Простите, что 800? Каким документом? Я два года тому назад вам задавал этот вопрос. И сейчас повторяю, 896 радов было в батарее боекомплект. Вы сообщили? Да, 8 залпов. Но на тот момент времени у меня не было точного количества снарядов. Вот сейчас я показывал, что батарея имела... Точнее так, в батарею было отправлено 852 снаряда. Подожди. Наряд был выписан на 900 снарядов. Александр Анатольевич, это сейчас у вас документы. Я говорю, два года тому назад. С нашей переписки вы твердо говорили, что с батареей было 896 радов. Значит, Эдуард Эдуардович, жизнь не стоит на месте. Я нахожу новые документы. Соответственно, те сведения, которые я приводил раньше, они были расчетными, основанными на докладе Кривошапова, на докладе Военсовета Западного фронта и на тех документах, которые рекламентировали, что все части получали при отправке на фронт 8 залпов. Соответственно, согласно докладу Кривошапова, 2 залпа Военсовета Западного направления, 3 залпа по рудни, всего 5 залпов. Если батарея получила 8 залпов, то у нее должно было остаться 3 залпа. В докладе Военсовета Западного управления сказано про 3 залпа. Вот я показал эту табличку. Сейчас эти данные уточнены. И хотя там было и не полностью 8 залпов, и 892 снаряда, но документы, наряд на получение был выписан на 900 снарядов, то есть практически на те же 8 залпов. Но этих снарядов не было в наличии физически, и в батарею было отправлено 852 снаряда. Это уже точные данные, конкретно полученные из документов 554-го отдельного автобатальона. Александр Анатольевич, спасибо, но я недовлетворен. Следующий вопрос. Пожалуйста, соблюдайте регламент. Не более двух минут ответ на вопрос. На основании какого документа вы утверждали, что второй залп подорщей батарея призвела по переправе через Непр? Доложите этот документ. На основании доклада Кривошапова. Спасибо. Следующий вопрос. Почему в последних ваших статьях вы обошли молчанием противоречивые сведения из архивных документов 2-го Кривошапова от 30 марта 42-го года о том, что второй залп батарея призвела уже по переправе и через Непр, а затем переносом огня и по переправе через Заршицу. Это явная противоречия в двух отчетах Кривошапова. Почему вы не рассмотрели этот вопрос? Объясняю. Когда я смотрел доклад Кривошапова от 42-го года, я практически сразу убедился, что он там приводит недостоверные сведения непосредственно как по дате залпа батареи Флёрова по Орше, так и в отношении всех остальных батарей. Батареи Куна, Денисенко и прочих. Там он указал просто совершенно недостоверные данные. Именно поэтому я этот доклад отложил и его не рассматривал, вот так как у меня просто физически нет времени писать статьи по каждому отдельному документу. Ту статью, которую я написал в 2015 году, я счел ее на тот момент времени достаточно аргументированной, и поэтому этот документ оставил без внимания. Почему вы в неуверенном твердо стоите? Нет, чтобы сформулировать по-другому. Предполагаю, возможно, но вы твердо и в переписке утверждали 896 парадок. И не только со мной. Следующий вопрос. Почему, несмотря на мои просьбы, свои статьи, вы не носите содержание высказывания свидетелей, включенных и в статью, и в фильмы Аршанска, о результатах залпа к международному вокзалу станции Орша? Это свидетельство Тондеуса, Белянка и Груль. А свой утвердительный вывод о том, что этот зал батареи пришелся лишь пожилому поселку, пролегающему к вокзалу, сделали на основании только одного свидетеля, 7-8-летнего карта. Внесете и дополнение в свою статью этих свидетельств или нет? И измените ли точку зрения свою? Нет, не изменю. То есть, вы согласны, что только один 7-8-летний ребенок для вас является свидетелем? И что зал пришелся чисто по жилому сектору Орши? Правильно ли вы? Да, совершенно верно. Чисто по жилому сектору Орши. Правильно ли я вас понял в утверждении о том, что провожу дословно 1 июля завод номер 12 мог фактически отправить 930 снарадов на центральную базу номер 36? Правильно ли я вас понял? Я сейчас не помню, про что вы говорите, но, честно говоря, те документы, которые я сейчас привел, они как бы уже на сегодняшний день однозначные и сомнения не подлежат. То есть, если бы, докабы, теперь уже говорить бессмысленно. У нас есть все необходимые документы, которые показывают, что все было именно так, как я рассказал. Потому что на каждую дату, про которую я сказал, есть несколько документов, включая акты сдачи приемки, показания водителей сопровождающих лиц. Я привел выдержку с вашей статьи, но вторую еще рад. 1 июля, пропуск, точечки, завод номер 12 мог фактически отправить 934 сторона на центральную военную базу номер 36. Правильно я привел или нет, ответил да или нет, цитату с вашей статьи. Да, правильно привели, но... Следующий вопрос. Пожалуйста. Допускаете ли возможность накануне убытие на фронт, получение батареи Флёрова, около 600 снарадов и с вами названных 936 снарадов? Допускаю? Не допускаю. Или нет? Нет, не допускаю. Спасибо. Если допустить, что убывая на фронт, батарея взяла около 600 выстрелов, а это допускаю, и не только допускаю, но и два архивных документа есть, и Кровошакова, и Абаренкова. А здесь вы и сами подтвердили, что 934 было снарадов, могло быть на 1 июля. А затем по вашим выводам обнараде от 8 июля в 30 машинах было отправлено еще 900 снарадов, это я беру с вашей статьи, то есть 30 машин было 900 снарадов по нарадов на основу числа отправлено. То в сумме получается, что батарея могла иметь 1500 снарадов. Согласны с этим или нет? Теоретически, но практически мы имеем зафиксированную документами отправку 852 снарядов после 9 и дальше. И к этим добавить 600 ранее полученных. Значит, ранее полученных ничего не было. Понятно. Почему в вашей последней статье вы не сообщили читателям, что ранее в статье Аршанской Эхо-Катюши на основании рассекреченных документов, хранящихся в архиве управления ФСБ России по Омской области, я пришел предположение о том, что 13-14 июля батарея также на 30 автомобилях предположительно могла получить около 900 снарадов. Почему? Здесь как раз все очень просто. Я получил все эти архивные документы из Омска, получил я их гораздо больше вас, я их все проанализировал и могу сказать так, что эти расследования, которые проводились особым отделом, оно не основывалось на первичных документах, оно основывалось только на опросах. В данной ситуации мы должны ориентироваться на первичные документы тех, кто доставлял. Вот и все. Спасибо за ответ. Спасибо. Еще один вопрос от Порши. Жуковский, Виктор Васильевич, тоже наш составитель курса в аршиведении, краевед, историк, географ. Пожалуйста, слово. Я тоже хотел задать несколько вопросов, но они уже здесь прозвучали, ответ есть, поэтому у меня все-таки только один вопрос остался. Вот скажите, некоторые представители живых, что остались от батареи Хлорова, все-таки они утверждали, там, по-моему, два человека по памяти, что все-таки под Борисовым еще были. Вы же категорически утверждаете, что физически это быть не могло. Так все-таки правда это или нет? Были они под Борисовым или нет? Ваше утвердительное слово, да или нет? Вы сейчас ко мне обращаетесь? Да, 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 Александр Анатольевич. Физически не могло быть. Это показано документами, немецкими документами, для этого достаточно посмотреть карты генштаба сухопутных войск ОКХ. Хорошо. И такой общий вопрос. Вот вы занимаетесь исследованием, это замечательно, интересно. Эдуард Эдуард Эдуардович тоже занимается исследованием этих. Много фильмов отснял. За это вам и ему большое спасибо. Но у меня возник один вопрос, я читал переписку, вас там говорите, что он фальсификацию сознательно делает. Ну, здесь же такая область, что здесь точно утверждать многие вопросы нельзя. Может, как-то слова подбираться надо получше. Я здесь могу сказать следующее. Во-первых, переписка не предназначалась для посторонних. Естественно, мы все нормальные люди и когда общаешься с человеком лично, то бывает, эмоционально выступаешь, естественно, эта переписка не предназначалась для того, чтобы ее кому-то показывать. Здесь, вообще говоря, существуют некоторые морально-этические нормы, но то, что Новогонский ее показывает, это характеризует прежде всего его. У меня к вам просьба, вы, пожалуйста, такие слова больше не употребляйте, известие, потому что и вы, и он, и все мы делаем очень большое дело. А так, вам большое спасибо. Спасибо. Один последний, позвольте, Александр Анатольевич, ответ может звучать от вас либо да, либо нет. Я могу задать вопрос последний? Да, пожалуйста. Вы по-прежнему говорите о том, что я фальсификатор истории? Если вы наставите, то да. То вы еще утверждаете, что я фальсификатор истории. Пожалуйста, в дискуссии или к концу этого подготовьте конкретные пункты. Например, Новогонский пункт утверждает, что 14 июля был залп по Орши. Пункт второй, например, что Новогонский твердо стоит на позиции, что было 4 залпа по Орши и так далее. Если вы по пунктам до конца дискуссии это выскажите. Я буду рад, что вы меня поняли. Значит, Эдуард Эдуард я хочу сказать следующее. Во-первых, не указывайте, что мне делать. Мы все взрослые люди и сами знаем, что нам делать. Спасибо. Итак, спасибо большое за выступление. Мне кажется, жаркая дискуссия стала интересной, что исторические события, которые развернулись 8 десятилетий назад, до сих пор и у современных исследователей 21 века вызывают жаркие споры. Согласитесь, и это не может не радовать. Это говорит о том, что прошлое с нами, пусть меньше становится живых свидетелей, тех, кто слышал зал, тех, кто его производил, но и сегодня многочисленные энтузиасты, краеведы, представители академической науки, они на самом деле живым и непосредственным интересом эти вопросы рассматривают. Субтитры создавал DimaTorzok